Мы вибрируем на определенных волновых частотах в определенном частотном диапазоне, и этот диапазон излучается, проявляется в поле нашей ауры. И поэтому мы притягиваем к себе определенных людей, места, образы жизни и переживания, соотносящиеся с частотами, которые мы излучаем. И если поместить это в большую общую картину мира, мы живем внутри энергетического моря. Это Лю Куртковский, и изменения — это мы. И мы общаемся с единственным и неповторимым Дэвида Майком. В прошлом году у нас состоялась очень интересная беседа, которая наделала немало шума в интернете, где мы говорили об Айяуаске и ДМТ и Тайнах Вселенной, и я думаю, будет только правильным, как бы продолжить тот разговор. И я думал, Дэвид... Между прочим, эта беседа происходила на грязной деревянной скамейке, на этой ужасной автостоянке в Уотфорде. Здесь все приятнее. Эта обстановка более подходящая, правда? Я согласен, намного. Дэвид привез нас на остров Уайт, и это поразительно красивое место, что также замечательно. Подобное редко встретишь в Лондоне. Но, говоря о духовности, мы все идем разными тропами. С нашего последнего разговора, куда вела ваша тропа, в каком направлении вы идете сейчас? То, что я делаю, Люк, что я делал всегда, а именно следовал своей интуиции, и просто продолжал ставить одну ногу перед другой, и куда это ведет, туда и ведет. Знаете, все, что вы можете делать, это иметь намерение делать то, что вы хотите делать наибольшее благо, которое вы думаете, что можете творить. И верить, что это намерение предоставит тебе возможности сделать то, что нужно, чтобы это произошло. Существуют эти маленькие мифы о духовности, что когда ты становишься духовным, вдруг меняется твоя жизнь, и ты шествуешь по загородным дорогам с бабочками, порхающими вокруг твоей головы. Все расцвечено яркими красками, и жизнь теперь прекрасна, потому что я духовен. Но в действительности, одна из вещей, сказанных мне через экстрасенса в 1990-м, когда я только начинал сознательно идти этой дорогой, было «Духовный путь труден, и никто не идет по нему легко». И поэтому есть еще один миф, что пробуждение означает, что твоя жизнь становится совершенной в твоем понимании этого совершенства. Однако на самом деле пробуждение это снятие один за другим слоев программирования и восприятия, держащих тебя в рабстве и невежестве. И поэтому множество раз в моей жизни, и это продолжается, и я уверен, ты тоже проходил через подобное, когда ты сталкиваешься с разными вызовами, и думаешь, «За что? К чему это все тебе?» Но если взглянуть на это глубже, несмотря, что этот опыт может тебе совсем не нравиться, тебя ждет некий дар, когда для тебя что-то доходит. И мне попала сегодня цитата в тему о том, что твой лучший учитель — это твоя последняя ошибка. И поэтому то, что мы называем ошибками, лишь переживания, дающие нам озарение, которые без этого опыта мы бы просто не получили. И ты становишься немного отрешенным в конце концов, поскольку ты шел этой дорогой этим путем столь долго, и происходит так. У тебя все хорошо, затем появляется проблема, ты извлекаешь из нее урок и переходишь на новую ступень. Вот что я всегда делал, и что я делаю и сейчас. И куда это ведет, туда и приведет. Как сказал Билл Хиггс, жизнь — это всего лишь путешествие, то вверх, то вниз — это некое подобие американских городов. Но я лично понял одну вещь за последний год, и это признательность, умение быть благодарным за то, что имеешь. Теперь каждый день перед сном я записываю пять вещей, за которые я благодарен. И на самом деле это заострение внимания на том, чтобы быть довольным тем, что у тебя уже есть. Если ты думаешь об этом, это как бы так же привносит больше подобных вещей в твою жизнь. Это очень интересное понимание, это некий парадокс. Но я знаю, что твои намерения направлять свои мысли на что-либо — это очень исключительно важно. Мы знаем, что они могут быть как темными, так и светлыми. Но каково ваше понимание силы намерения? Что ж, во-первых, есть еще одна цитата. «Если ты не счастлив тем, что имеешь, ты не будешь счастлив тем, чего хочешь. Или если ты не удовлетворен тем, что имеешь, ты не будешь доволен тем, чего хочешь, поскольку это состояние твоего бытия. Есть люди, встающие вместе с солнцем каждое утро, чтобы заработать все больше и больше денег, и к вечеру они зарабатывают больше денег, но не становятся более счастливы, более довольны жизнью». Я имею в виду, это цитата глаголит истину. Намерение, как я считаю, это невероятно мощная энергия, и в действительности, я возвращаюсь к тому, что говорил раньше. «Если ты проявляешь какое-то намерение, я хочу сделать это, то, что произойдет, случится потому, что это намерение является частотой, все вокруг частоты, это намерение обладает своей частотой волны, каким бы это намерение ни было, и поэтому иные частоты, синхронизирующиеся с ним, начнут притягиваться к нему, и мы называем эти частоты, эти энергетические поля, людьми, местами, образами жизни, опытом и так далее. И таким образом, когда ты изъявляешь намерение и говоришь, «Это то, что я хочу делать, то, чего я хочу добиться», что вернется к тебе? То, что тебе нужно, чтобы этого достичь, и мы возвращаемся к порхающим вокруг тебя бабочкам и ярким краскам и прогулкам по сельским дорогам, поскольку то, что к тебе возвращается, когда ты говоришь «это», лишь то, что тебе необходимо, чтобы добиться этого намерения. И почти каждый раз требуется лишь достигать намерения к большему осознанию, стремиться к разрушению программирования, программированного осознания. И поэтому то, с чем ты сталкиваешься, часто является твоим самым жутким кошмаром. Обычно, по крайней мере, возникают люди, упорно мешающие тебе, люди, порчащие тебе жизнь, приносящие тебе боль и прочее. И если ты воспринимаешь это подобным, одномерным образом, ты начинаешь себя жалеть. «Я всего лишь хочу быть духовным, я хочу сделать что-то хорошее, а моя жизнь разваливается на части. Что происходит?» А происходит то, что ты получаешь озарение, тебе нужное, чтобы снять слой за слоем то, что мешает тебе понять это. Поскольку это не вопрос поиска просветления, мы уже просветленные, и никак иначе, мы все, что есть, было и когда-либо будет. Но путь пробуждения это удаление всех этих слоев программирования и контроля восприятия, мешающих нам достичь нашего собственного уровня, который является просветленным. И что делает опыт? Почему люди получают переживания и учатся на них? Глупые люди не учатся на своем опыте, продолжая повторять те же ошибки. Как там говорится, если ты всегда делаешь то, что всегда делал, ты всегда будешь получать, что всегда получал. И поэтому людям нужно забыть всю чушь по поводу духовности, словно я часто вижу люк, в Нью-Эйдж. И в Нью-Эйдж среди них есть очень много приятных людей, но это форма массового эскапизма. Я встречаю так много людей в Нью-Эйдж, или встречал за прошедшие годы, сейчас гораздо реже, кто таким образом пытается убежать от реальности. То есть, они живут в этой жизни, в которой они внешне выставляют себя, как просветленных, и счастливых, и радостных, и все замечательно, ведь я духовен теперь. Но внутри у них куча дерьма. И это всплывает на поверхность рано или поздно. И до того, как это дерьмо, и я не хочу осуждать кого-либо, ведь в каждом немало плохого, поскольку мы живем в дурдоме, программировавшим нас все время с момента нашего рождения. То есть, это не осуждение, это осознание факта. И до тех пор, пока ты не осознаешь это дерьмо и не избавишься от него, в тебе его навалом. И вот что делает намерение, ты проецируешь свое намерение. Окей. Если ты не можешь достичь его, поскольку полон дерьма, ты сталкиваешься с переживаниями, помогающими избавиться от него, и ты сталкиваешься с подобными людьми, говорящими, ты невыносим, почему ты так поступаешь со мной? И в конце этого становишься ли ты более просветлен? О, да, конечно, я многое понял из-за этого. В этом ты и идея, так это работает. Но мы судим о каждом опыте самом по себе, когда... Я имею в виду, я, Люк, и уверен, ты делаешь так же, и я уверен, что с каждым слушающим нас будет то же самое. Когда ты оглядываешься на то, что дало тебе больше всего, а именно мудрости, увеличившегося осознания, было в момент переживания этого, тем, что тебе совсем не нравилось. Именно так. Немало внутреннего роста для меня пришло через немалую боль, страдания, немало потерь, как в смысле здоровья, так и личных отношений. И мне нравится, как вы это раскладываете, потому что существует восприятие духовности как некой хипарской штуки, когда люди лишь мыслят позитивно, и все происходит позитивно, все счастливо и удачно, когда в реальности это признание своего страха, своего эго, своей гордости и обретение более истинной версии самого себя, когда ты можешь на самом деле действовать, будучи свободным. И я считаю, это очень важное разграничение, поскольку дело совсем не в хиппи, но думаю, что многое из всего этого имеет также отношение к определенным волновым частотам, определенного рода мыслям и образом, излучаемым нами во внешний мир. Есть очень интересные научные эксперименты, сделанные над растениями. К примеру, эти ученые отрезали кусочек листа салата, и затем они измеряли частоты, и это были частоты страдания, частоты боли и страдания, и все живые существа могут излучать такие частоты, и я думаю, понимание подобного очень важно, потому что элита, эти люди во власти поняли это неким образом, они проводят определенные ритуалы, они имеют свои определенные намерения, к которым стремятся. В то же время, мы говорим об этом, и нас считают сумасшедшими, ненормальными, несущими бред, и параллельно основные СМИ, которые называют нас таковыми, совершенно не говорят о политиках, действительно делающих это в той же богемской рощи, одеваясь в балахон и совершая жертвоприношения, проводя эти безумные ритуалы. Поэтому, мой вопрос, в чем важность понимания частот, что в них особенного, что необходимо осознать по поводу частот? Что ж, для меня частоты в конечном счете частоты это все, поскольку все и есть частоты. Наша беседа это частота. Я имею в виду, если бы мы начали набрасываться друг на друга, наш разговор был бы иной частотой. Все вокруг частоты, и частоты притягивают частоты. Я называю это вибрационным волновым магнетизмом. И, следовательно, то, что ты излучаешь, возвращается к тебе, поэтому, когда ты обозначаешь какое-то намерение, каким бы ни было это намерение, оно представлено частотой, которая привлекает к себе частоты, ей соответствующие. И поэтому мы в любой момент нашей жизни зависим от состояния нашего бытия, отношения ко всему, нашего эмоционального состояния, каким бы оно ни было, наше намерение, мы вибрируем с определенной частотой, в определенном частотном диапазоне. И этот диапазон излучается, проявляется в поле нашей ауры. И поэтому мы притягиваем к себе определенных людей места, образы жизни и переживания, соотносящиеся с частотами, которые мы излучаем. И если поместить это в большую, общую картину мира, мы живем внутри энергетического моря. Его... Ты знаешь, теперь его можно сфотографировать. Можно назвать это энергетическим полем Земли, если хочешь. Между всем существующим нет пустого пространства, это различные проявления моря энергии. И если вы хотите воздействовать на всех рыб одновременно, вы воздействуете на море. Если вы хотите воздействовать на всех человеческих существ, вы воздействуете на это море энергии. Далее, когда вы вспоминаете, что уровень технологических излучений в нашем море энергии увеличился в миллионы раз за последние 50 лет, это энергетическое море, в котором мы сейчас разговариваем, существенно отличается от того, в котором мы бы говорили 50 лет назад. Так что это фундаментально важно по следующей причине. Наши энергетические поля, то, что мы называем людьми, взаимодействуют с этим энергетическим морем. И, следовательно, оно воздействует на нас и воздействует на состояние нашего бытия. И когда из-за этого меняется состояние нашего бытия, оно меняет свою частоту, и мы притягиваем к себе частоты, соответствующие излучаемым нами. То есть, дело не только в манипулировании энергетическим полем Земли. Дело в манипулировании всем в нем находящимся под средством того, что вы делаете с ним. Я наткнулся на документ несколько лет назад, написанный, как было сказано, одним из ведущих австралийских сатанистов. Он сделал это, узнав, что умирает. И это не было неким признанием, вроде, я просто говорю, что был ужасен, мне так жаль, что я делал подобное. Нет, он на самом деле восхвалял все это во многих смыслах, и он объяснил, как это работает. И что он говорил о детях и политиках и прочем. Но одна из вещей, что он сказал, что они посещают определенные точки в этом энергетическом море. И многие из этих точек отмечены в действительности при помощи каменных кругов, вертикально стоящих камней, древними земляными сооружениями, часто церквями, поскольку церкви были построены, очень и очень многие были построены на месте, где до этого проводились языческие ритуалы. А значит, церковь стоит на одной из этих воронок энергии в энергетическом море. И он объяснял, что они проводят ритуалы на этих точках периодически, и поскольку они делают это, и делают, и делают, и делают, это меняет природу энергетического поля, это понижает его частоту. Далее, я говорю уже долгое-долгое время, что этот мир в конечном счете манипулируется сущностями, находящимися за пределами человеческого зрения. Христиане называют их демонами. Мусульмане, и да и исламский мир называют их джиннами. У них много разных имен по всему миру. Гностики, древние гностики называли их архонтами. И мне хочется улыбаться, Люк, когда христиане типа осуждают меня, если я говорю об этом. А, он говорит о рептилиях, он безумен, он говорит о всяких сущностях, но как насчет демонов в вашей Библии тогда? О чем это все написано? Это же написано в их книгах. И эти сущности упоминаются по всей планете и описываются почти одним и тем же образом, часто в точности так же, используя лишь разные имена. И они оперируют в определенном частотном диапазоне. это диапазон, являющийся искажением. Это чем-то похоже на компьютерный вирус, если позволить себе такую аналогию. И эта сила сама по себе является искажением. И поэтому им необходимо, чтобы иметь контроль над целевой популяцией, втянуть ее в искажение. И если взглянуть на наш мир, это не просто искажение, это искажение до уровня, когда практически все перевернуто. Все вверх ногами. И существует естественный порядок, естественный порядок баланса. И это любовь, доброта, забота друг о друге. Противоположность этого война, конфликт, люди, умирающие от голода на планете изобилия. Это все инверсии естественного порядка вещей. И общество манипулировалось, и это продолжается до сих пор, не только лишь путем привнесения искажения в море энергии, чтобы втянуть людей в искаженное состояние. И если ты не понимаешь этого, искажение полностью контролирует твое восприятие. К примеру, по всему миру, в частности в Америке, в данный момент, но это начинается и во многих других местах, мы наблюдаем явное развертывание полицейского государства. Ютуб просто наводнен видео о жестокости полицейских, не только об Америке. И мы видим все больше и больше навязывания силы со стороны людей в форме. и это тоже искажение. Это не вписывается в естественный порядок, когда происходит такое, когда люди жестоки друг к другу. Это искажение, это все выражение искажения. Но если ты думаешь, что единственный способ реагировать на это, это накапливание оружия и использование его при необходимости, выходит, что ты, лишь другое проявление этого искажения, потому как это тоже не вписывается в естественный порядок вещей. Убийство не является частью естественного порядка. Заставлять людей страдать, наносить им увечья не является частью естественного порядка. Это искажение естественного порядка. И борешься ли ты за мир, или ты на стороне фашизма, это все равно часть искажения. Я годами использую эту фразу, с чем борешься, тем становишься. И чем ты становишься? Ты становишься проявлением искажения. И поскольку люди, считающие, что они пробудились, настолько запрограммированы восприятием мира, которые могут видеть вокруг, а это лишь крошечный диапазон частот, невероятная бесконечность существует за пределами этого крошечного диапазона частот. И все равно на основе этого тонкого слоя частот люди думают, что могут знать об этом все. и если ты видишь только физическое, единственная вещь, о которой ты можешь думать, с чем ты можешь столкнуться, что ты воспринимаешь как физическую ситуацию, это лишь с одной физической ситуацией. поэтому чтобы выбраться из этого, нам необходимо понять, что дело в частотах. И это манипуляция человеческим восприятием, а значит, состоянием человеческой частоты. Так, чтобы мы синхронизировались с искажением. И после этого искажение становится хозяином положения. Это похоже на подключение компьютера к интернету. Искажение начинает пичкать тебя информацией, из которой ты получаешь свое восприятие действительности, своей рефлекторной реакции по поводу всего. И когда ты работаешь над тем, чтобы стать ближе к естественному порядку вещей, порядку баланса, любви, заботливости, поиска лучшего ради увеличения добра, не только для воспринимаемого тобой успеха или выгоды для тебя самого, ты начинаешь выходить из искажения, поскольку более не синхронизируешься с ним, с его частотами. И в этот момент искажение перестает воздействовать на твое восприятие действительности. И когда оно перестает влиять на твое восприятие окружающего мира, это дает зазор для того, чтобы иное восприятие дошло до тебя, иные озарения дошли до тебя, потому что ты теперь обретаешь связь с чем-то за пределами искажения. И это момент, когда ты получаешь озарение, именно тогда ты получаешь откровение о том, каков порядок вещей. И, конечно, в этот момент каждый привязанный к искажению называет тебя сумасшедшим, ненормальным, безумным, поскольку безумие стало из-за искажения, безумие стало нормой. Безумие воспринимается нормальным. И следовательно, если мир не считает тебя странным, сумасшедшим и безумным, стоит спросить себя, почему? Поскольку он должен так делать. Я счастлив, когда меня называют безумным. Спасибо вам большое за подтверждение моей разумности. Этот урок, говорящий о понимании частот и настраивании себя на правильное направление, был тем уроком, что я лично выучил после потери своей работы. Сломал себе лодыжку, сломал большой палец. Девушка, с которой я встречался два года и собирался жениться, сказала, что уходит от меня, начала меня обманывать. И я прошел через множество проблем в своей жизни. И я помню, как проходил через почти бесконечную личную боль. И только из-за этой боли я смог осознать, что мы как бы отвечаем за излучаемые нами частоты. И это заставило меня сделать это видео в метро, что продолжай идти дальше, тебе нечего терять. Это является примером того, как там, сидя в подземке, у нас есть выбор, который нужно сделать, либо сидеть там, быть жалким и грустным, либо подняться на поверхность, открыться, говорить с людьми, обмениваться идеями и учиться друг у друга. И этот тип энергии, я обычно описываю ее как духовную войну. Я думаю, многие люди в альтернативных СМИ также как бы сталкиваются с этим. Я думаю, что многие в альтернативных СМИ не настроены на правильные вещи, что они все еще полны эгоизма и гордости, страха, и ты часто видишь примеры этого. То есть даже в нашей сфере. Если ты хочешь видеть проявление искажения в интернете, загляните на форумы альтернативных СМИ. И вы хотите изменить мир? Вы тот мир, что хотите изменить. Что вы делаете? Вся эта ругань и прочее, что там происходит. И это тоже чистота, очень низкая чистота. Это искажение. Это не в естественном порядке вещей. Выйти на форум в интернете и набрасываться на людей. Это просто невероятно. Насколько люди отрицают, кто они на самом деле, в сравнении с тем, что они о себе думают. Переполняющий людей страх и неуверенность заставляет их автоматически поступать с другими так же плохо, как они чувствуют себя сами, чтобы избавиться от этой боли внутри них. Поэтому ты видишь, как это естественным образом прогрессирует, но в принципе для людей в нашем движении, людей в альтернативных СМИ, что вы думаете, что является самым важным уроком, который им стоит понять, что им стоит знать? Потому что я думаю, что они погрязли в этих духовных войнах. Я думаю, что они застряли на неправильном направлении. Как мы можем вернуть их на правильное направление, что мы можем сделать? Я знаю, это очень личное, на индивидуальном уровне. Требуется немало различных событий в твоей жизни, чтобы ты начал их замечать. Но что мы можем сделать, чтобы помочь людям понять эту духовную войну, о которой мы говорим? Что ж, я люблю слова «мировая война», поскольку это такое же искажение по своей вибрации, но это борьба частот, скажем так, доминирует ли чистота равновесия над чистотой искажения. И очевидно, что в мире, каков он есть, искажение является королем. Поскольку это работает так, раз это искажение, оно имеет серьезные ограничения, когда доходит до того, что оно способно делать, как оно может проявляться, что способно создать, сравнение с равновесием, естественным порядком вещей. И поэтому ему было нужно втянуть своих подопечных в это искажение, по этой причине, потому что, потому что это искажение, оно эксперт по искажениям. Люди, которых оно втягивает, таковыми не являются. Они эксперты, они играют на домашнем стадионе в искаженном состоянии. И поэтому они создали, несмотря на то, что они невероятно ограничены, этот мир, в котором, как в стране слепых, одноглазый будет королем. Но если ты можешь открыть свое сердце к хорошим намерениям, позитивным намерениям, мы снова возвращаемся к намерению. Тогда ты становишься двуглазым, даже трехглазым, человеком. И в этот момент ты становишься сильнее искажения. Ты становишься способным понять реальность лучше, чем его понимает искажение. Поскольку, когда доходит до оккультных вещей, до ритуалов, они имеют дело с тем, что я называю интеллектуальной, интеллектуальной духовностью, если хотите, интеллектуальным знанием о реальности, технологическим восприятием реальности. Потому что ты можешь использовать слово технология для их ритуалов, поскольку это периодические действия, и они делают все строго определенным образом, чтобы манипулировать энергией. Но истинно, духовное понимание, равновесие не требует ритуалов, чтобы изменять реальность, оно просто ее меняет, может делать это посредством мыслей, посредством своей повседневной жизни, поскольку в нем есть сила, не нуждающаяся в ритуалах. Ритуал во многих смыслах является выражением попыток преодолеть ограничения, которыми это искажение и его проявления обладают в том, что они могут создать, что могут делать. И это как... если бы я прыгнул с этого обрыва и полетел вместо необходимости пойти и сесть для этого в самолет. Общая тема, о которой я говорил все эти годы, в том, что всяческие проявления этого искажения в смысле этих сущностей различного вида и этих династий иллюминатов, они находятся в постоянном страхе быть обнаруженными. Они в постоянном страхе, что истина о природе реальности будет осознана. Почему? Потому что игра тут же закончится. Почему игра тут же закончится? Я имею в виду, это было интересно, поскольку мы все выходим на эту арену с разных направлений. Некоторые выходят на нее, исследуя НЛО и осознавая, что они некая дымовая завеса, и они выходят на поле и вдруг видят этот большой взаимосвязанный заговор. Некоторые приходят, но, как я оказался, среди них происходило так. Я начал осознавать, 25 лет назад, будет в следующем году, что объяснения реальности, которые я считал заслуживающими доверия, не преподавались в школах, не показывались по телевидению. Наука игнорировала их как бред. И я начал думать, почему это так? Почему это знание, которое обладало для меня правдоподобностью, я вижу, спустя все эти годы, в гораздо более точных деталях, какую правдоподобность это имеет? Почему это знание подавляется? Что ж, это подавляется, поскольку нас нужно держать в невежестве о том, кто мы такие, и о природе реальности, с которой мы взаимодействуем, затем, какое влияние мы оказываем на реальность, и как она воздействует на нас. Так, как мы описывали это, потому как с этим знанием игра закончена. Нас нужно держать в невежестве. А что такое невежество? Невежество – это проявление искажения. Быть невежественным не является естественным порядком вещей. Естественно, быть всезнающим. И поэтому, одна из вещей, что я бы сказал людям из альтернативных СМИ, или основных альтернативных СМИ, как я их называю, – это не будьте зеркалом того, что осуждаете. Не говорите о человцах, кто, по вашим словам, закрывает свой разум и глаза на очевидный факт, что существует заговор, когда вы закрываете свой разум на все, за пределами того, что видите сами. Откройте свой разум и позвольте информации быть вашим проводником, не предвзятой идеи, поскольку люди говорят в альтернативных СМИ, «Мы должны остановить цензуру». Что ж, перестаньте подвергать цензуре свое восприятие, постоянно и без остановки, поскольку именно это они и делают. Они сами подвергают цензуре свое восприятие, игнорируя что-либо, рефлекторно, поскольку это отличается от их нынешних убеждений. И как сказал об этом Эйнштейн, осуждение без изучения вопроса – это вершина невежества. И поэтому люди, кто действительно хотят понять, в чем состоит заговор и откуда растут его ноги, и это важно, поскольку вы не можете отделять проблему от ее решения, потому что как вы можете найти решение для проблемы, если вы не знаете, в чем ее суть, не понимаете природы проблемы? Это как, «Почините мою машину, а что с ней не так? Я не знаю». Как я тогда ее буду чинить? И таким образом важно, чтобы люди сохраняли свой разум открытым и прислушивались концепциям, которые в данный момент они отвергают. Рассматривать их объективнее. Не стоит просто «Нет, нет, просто впустите это в свой разум». И если ты делаешь так, ты начинаешь осознавать, что то, над чем ты смеялся и издевался и игнорировал, на самом деле заслуживает немалого внимания, гораздо больше внимания, чем твоя предыдущая система верований. Я имею в виду, меня высмеивали за то, что я говорил о нечеловеческих сущностях, манипулирующих нашим обществом, какие-то из них имеют рептильную форму и тому подобное. Высмеивали люди, верящие, что один парень был рожден матерью-девственницей, умер на кресте и три дня спустя вернулся к жизни в пещере, а затем вознесся на небо с холма, пообещав вернуться на облаке. Так ведь? И я думаю, вы смеетесь надо мной? Но в этом все дело. Программирование системы верования не предполагает пересмотра своих взглядов. Лишь делай так. И знаете, идея, что ты можешь получить все, что тебе необходимо знать, чтобы видеть, как устроен этот мир, и изменить что-то в нем с помощью этого знания, что тебе нужно знать лишь то, что содержится в одной книге, будь это Библия, или Коран, или любая другая, и знания этого крошечного диапазона частот, что мы зовем видимым светом, это безумие верить, что это все, что тебе нужно. Но та же история. Если вы хотите держать людей в невежестве, которые и держат их в искажении, вы должны лишить их знания насколько возможно. И многие аспекты религии на самом деле осуждают поиск знаний за пределами этой религии, так? А затем ты смотришь на систему образования, и это лишь операция по программированию, и ты приводишь детей туда во все более раннем возрасте сегодня. Один идиот здесь, в Британии, из образовательного истеблишмента, теперь призывает начинать обучение детей в школе с двух лет, потому что они хотят начинать программировать их как можно раньше. И они хотят больше и больше контроля над детьми, уменьшив родительское влияние на них, для этого множество причин. То есть вы вцепляетесь в них с самого начала и говорите им, во что верить, что правильно, что нет, что возможно или невозможно, плохо или хорошо, без остановки. Вы выводите за пределы внимания всю эзотерику, вы никогда ее не касаетесь. Мало того, вы вводите правила, ограничивая возможности телевидения говорить об этом, и в конце концов в мир приходят уже запрограммированные люди, кроме тех, кто отстаивает свою позицию, и очень многие среди молодежи способны на это сегодня, но многие нет. И потом вы берете это программирование посредством образования и добавляете к этому религию. А потом добавляете к этому СМИ. Я имею в виду, что? Какая там есть фраза? Если ты идешь в детский сад и добрая учительница говорит тебе, что 2 плюс 2 равно 5, а потом ты идешь в школу и там 2 плюс 2 равно 5, в колледже 2 плюс 2 равно 5, в университете 2 плюс 2 равно 5, СМИ говорят то же самое, влияние окружающих, прошедших через ту же систему, пир, 2 плюс 2 равно 5. И ты живешь всю жизнь вере, что 2 плюс 2 равно 5, но, как сказал Ганди, даже если ты остался совсем один, истина остается истиной, поскольку 2 плюс 2 все же равно 4. Именно. И поэтому думаю, очень важно, чтобы люди, особенно из альтернативных СМИ, во-первых, усмирили себя, и во-вторых, подвергать все сомнению, не бояться идти туда, куда другие не решатся, но не предъявлять это, как правду, в последней инстанции, потому что ее не может знать никто. И в действительности, я думаю, в этом также много страха, много потакания аудитории, ведь немало людей в подобной сфере и в альтернативных СМИ поступают так, потому что они боятся. Людям свойственно подыгрывать этому страху, вроде «Я не стану говорить с Дэвидом Айком, делать с ним интервью, воспринимать его серьезно, поскольку если я стану делать это, моя репутация будет разрушена» или что-то подобное. Но в конечном счете, что я понял, особенно благодаря вам, ты никогда не должен бояться идти туда, куда другие не рискнут, никогда нельзя заигрывать со своей аудиторией, нельзя изменяться, основываясь на восприятиях других людей, ты должен быть самой истинной версией себя самого. И окончательная версия истины – подвергать все сомнению и не бояться быть собой. Вы определенно научили меня этому. Несмотря на 25 лет уже насмешек и издевательств, вы до сих пор стоите на своем, и вы доказываете свою правоту, и вы помогли столькому количеству людей во множестве смыслов. Это на самом деле очень вдохновляющая история, если люди смотрят на все, что вы сделали. Вы недавно собрали Уэмбли, и делаете это снова, в этом году, и эта информация будет на сайте под видео. Однако, Дэвид, думаю, это последний вопрос, довольно обычный. Возможно, но что бы вы сказали человечеству, одна вещь, которую вы бы сказали каждому, живущему в этом мире, если им пришлось бы вас услышать, что бы вы им сказали? Легко, в общем. Попробую сходу. Взгляните на мир, и взгляните на свою жизнь. Посмотрите на свои источники информации в течение всей своей жизни, их происхождения, кто решает, какую информацию вы получаете, и какую вам нельзя. И спросите себя, можете ли вы на основе этого обрести истинное понимание, кто вы на самом деле, где мы находимся, и что происходит в этом мире? И ответ должен быть, пожалуй, не могу. Спросите себя, какая возможность того, что вы можете знать все, что вам нужно знать, проходя через контролируемую государством и контролируемую учебной программой систему образования, или каким образом вы можете знать все при помощи контролируемых систем и купленных с потрохами корпорациями и средств массовой информации. Ведь помимо этого, помимо этих источников информации есть целая бесконечная вселенная осознания, озарения, знания, понимания, только ждущее подключение к себе, просто ждущее, просто ждущее там, говоря, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. А система говорит, нет, уходи, уходи, не ходи туда, это безумие, не ходи туда. И поэтому выбор между тем, чтобы остаться терминалом восприятия системной версии всего, или подключиться к этой бесконечности осознания, это лишь выбор, который ты можешь сделать сегодня, можешь сделать сейчас. Открываю ли я свой разум для все возможности, или я отвергаю все, во что не верят все остальные? Вот в чем вопрос, и когда ты живешь в сумасшедшем мире, и делаешь выбор далее, не быть сумасшедшим, появляются сложности, поскольку остальные, все еще сумасшедшие, будут издеваться над тобой, насмехаться, не замечать тебя, чувствовать себя неуютно из-за тебя. О, я чувствую себя неуютно за свою дочь, за своего сына, он стал одним из этих хип-парей. Но они не заставляют тебя стать одной из них, мама? Нет. Тогда что плакать-то? Пусть разным хочется. И вопрос в том, останутся ли люди самими собой, или захотят стать чьей-то версией того, кто говорит им, кем они должны быть. И в этом истинная разница. Люди рассуждают о свободе. Мы хотим свободы. Я слышу в альтернативных СМИ, свобода, свобода Америки, свобода тем, свобода этим. Но они сами не свободны, поскольку не свободно мыслят. Не свободна их восприятие, их осознающая интуиция, поскольку они подвергают их цензуре на основе своего программирования. И это все выбор. Это все выбор. Люди могут меняться мгновенно, в эту минуту, слушая нас, если сделают такой выбор. Откройте свой разум, откройте свое сердце, следуйте за своей интуицией. Вместо, что я думаю, как я думаю, что я чувствую, что ты чувствуешь, сделайте это, и ваша жизнь изменится, трансформируется, поскольку меняется ваша частота. Когда вы следуете за своей интуицией, ваша частота волны меняется, потому что это иная частота. Мыслить, мысль, следуйте за этим, и начнут происходить поразительные вещи. Не все из них вам понравятся, но они необходимы. И с каждым вызовом вы получите выгоду от большего сознания. Это фантастическое путешествие. Люди могут начать его в любой момент. И когда они это сделают, они осознают, чего им не хватало. Очень, очень хорошо сказано, Дэвид. Спасибо огромное.